НГП Радио и продюсерский центр «Новая романтика» представляют Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и радиослушательницы Рокеры, рокерши, господа, товарищи Бари и прочие, кто слушает наша радиостанция Гость студии сейчас группа со странным названием «Старый Лис», то есть два участника этой группы Басист Сергей Емитряхов и лидер группы, основатель ее, то есть сам «Старый Лис» Андрей Костинг Всем добрый вечер А давайте мы начнем нетрадиционно, с песни Сыграйте что-нибудь такое, что для вас характерно Вот эту песню, прямо сейчас будете сыграть Хорошо, хорошо, сейчас будет песня В смысле это не констатация факта, это название Сейчас будет песня, как все заколбало Подписки в контакте, тупые друзья Тусовки, парады, длины под гитару Ты пасекю пишет, и ты душе моя Пустовший от жизни, генец эволюции Сидит на скамейке и курит одно за одно И сейчас бы как детцы на велике мчатся И лампочки кокоть и прочей страдать фигней И как же быть даже со всей этой шнягой Вот бог, ускорительный, жаба душит Внутри семья и работа И теща с участком Вот нам в садоводце Саханове с дым Присесть на лавку На хрюк от заводки Сам спить пипсиколой Как в детстве Полный улевал И юности песни Орать под гитару Но все не по плану Уже давно идет А independence А Grenade — Спасибо — Была песня — Сколько лет существует Rita agora? С осени 2017 года, ну, три года плюс-минец, столько уж не живут. Группы? Некоторые не живут. Наши живут. Откуда появилось название Старый Лис? Такая интересная история. Вообще у нас музыкальная история полна случайностей. Дело было так. Один из предыдущих вокалистов группы, из-за меня, он увлекался туризмом, природу. И когда встал вопрос, как, собственно, мы назовем наш проект, он сказал, а давайте Старый Лис. Почему-то это как-то, ну, не скептически, а так, с иронией воспринялось, мы начали коверкать слова, в итоге Старый Лис стал Старым Лисом. Мы решили это забавное название пока оставить. Ну, временно. Разумеется, временно. Вы же понимаете, нет ничего более постоянного, чем временно. Да. Ну, как бы знаю об этом. А какая твоя роль в этой группе, Андрей? Главенство еще и какая? Или демократичное, талантическое, деспотичное? Нет, вовсе нет. Знаете, я скорее, ну, несмотря на то, что я взял на себя роль администратора, да, я договариваюсь насчет выступлений, да, я договариваюсь о репетициях, но, несмотря на это, я ни в коем случае не стремлюсь управлять коллективом. Знаете, как дирижер пришел, раздался к партитуре того, ты играешь это, это, это. Нет. А у меня скорее роль такого, знаете, как наблюдателя, фасилитатора, потому что мы решаем все вопросы, ну, коллегиальным путем мы все-таки некий союз творческих людей. И когда участвует каждый в этом решении, ну, вы понимаете, нельзя отметь у человека право творить, поэтому я ни в коем случае не вмешиваюсь, особенно агрессивно в этот процесс, я только за ним наблюдаю и, может быть, где-то подправляю. То есть вы истинный демократ? Я не знаю, что это, но, наверное. Да я сам не знаю, никто не знает, но, как сила звучит, истинный демократ. Неплохо, да, неплохо. Кто автор у вас, музыки, петен? Автор я, в основном. Скромно? Скромно? Скромно, но со вкусом, да. Я вам больше скажу, некоторые наши песни годами лежали, как вот, хорошее вино там где-то, настаивались в виде каких-то заметок, и только недавно стали полноценными песнями. Кроме того... То есть они дезревали? Да, 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 знаете, как вот, там, что-то наиграл, там, записал, забыл, а потом раз, пришло. Вот. Кроме того, в последнем, ну, в 2020 году я попробовал такой опыт с авторством, то есть я написал пару песен на стихи других поэтов, среди которых Виталий Маршак и Станислав Воронок, два таких человека. Получилось? Знаете, получилось, да. Опять-таки вышел внезапно, как-то у первого мне очень появился стих, один очень прям-то отразился в душе, а во второй мне предложил, слушай, можешь мне это сделать, я сначала очень устав, что-то лежал, отдыхал, после работы, говорю, ладно, потом, 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 а потом почитал, и опять отразил в душе. И когда, ну, знаете, когда есть вот этот отклик души, ну, это верный сигнал, надо творить, надо все бросать. То есть именно в вашей душе? Безусловно. Ну, я вообще считаю, что музыка и любое творчество – это некий отклик на сигнал души другого человека. Когда он там написал стихи, я читаю, и что-то там такое возникло. Слушайте, у вас ВВК может описать свою аудиторию? Какая у вас эта аудитория? Мне этот вопрос мне кажется странным. Ну, вполне трехлогичный вопрос. Знаете, факты вообще вещь упрямая. Я могу, опираясь на эти факты, которые я взял и анализирую статистику посещения нашей группы ВВК, значит, я могу сказать следующее – наша аудитория – это где-то люди за 35. Ну, это факт. С другой стороны, я могу абсолютно точно так же сказать, что мы же никогда не пытались… Вовширная аудитория у нас есть, и дети есть, и взрослые, и все есть. Мы никогда не пытались как-то охватить определенную аудиторию или писать для определенной аудитории нашей песни. Если у кого-то это нашло отклик в душе, значит, это нашла аудитория. Ну, это продолжим. Сыграйте еще одну песню. Еще одна песня. Я не пошел на выпускной, и потом в параднике, и попался под конвой, и резал вены на руке. Еще с урока не сбегал, и лицает сквозь забор. Но было то, что вспоминать мне стрёмно даже до сих пор. Хотя имел я свой ментальный курорец, У-у-у-у, я просто балбес. Я гонжу паса не курил, да мог играть в свою войну. Запомнил все, кого любил, что не умел любить одну. Рубил плеча и возвращать долги, я привыкал с трудом. Причем уже сейчас, я точно знаю, где мой дом. Зато имел я свой ментальный курорец. У-у-у-у, я просто балбес. Свою команду я поздать, хотел еще 15 лет. Не мог стихия посвящать, кому не стоило совсем. И презирая фарумалист, шагал я пульта на пролон. Хотел в душе я пацифист, и не ищу врага ни в ком. Зато имел я свой ментальный курорец. У-у-у, я просто балбес. Спасибо. Спасибо. Какие у группы планы на будущее? Ну, какие у нас планы на будущее? Отворить дальше. Есть уже много текстов новых. Будем создавать музыку на эти тексты. Или тексты на музыку. Да, творчество вообще-то непрерывный процесс, это сама жизнь. Кроме того, из планов на ближайшее будущее у нас запись мини-альбома. Мы сейчас в процессе. А какого альбомов нет? Полноценной студийной записи мы не делали. Есть отдельные синглы, которые, кстати говоря, один сингл доступен на большинство площадок, который сейчас его кинет на Apple Music, на Яндекс. Кроме того, у нас в прошлом году вышел клип, снятый талантливым московским кинорежиссером Викторием Лопачем. Вам понравился? Очень. Мне понравился клип, понравилась работа с этим автором, с этой барышней. Я бы с удовольствием поработал еще раз. Хорошо. Разделяет на вас упор 10 и любовь к музыке? Ну, что сказать. Приходится разделяться. Очень разделяют. Всегда за... Да. Поддерживают. Поддерживают. Болеют за нас, как за хорошую футбольную команду. Более того, у меня дочь, у меня 7-летняя дочь, знаете, все интересные песни. Она участвует в составлении трек-листов во всем выступлениях. А что такое трек-листы? Трек-листы, это трек-листы. Вот. То есть не вы, а ваша дочь. Мы вместе помогаем. У нас семейный подряд. Можно сказать, что ваша дочь, ваш типа менеджер. Практически. Замечательно. Кстати, рекомендуем всем, у кого нет менеджера, брать детей. Это очень удобно. Хочу задать вам неудобный вопрос. Ну, вы нужны задать его. Хотите ли вы стать рок-звездой? Ну, почти уже. То есть уже почти старая. Это же рок-звезда, да? Ну, знаете, вопрос такой. Достаточно. С ковыркой. Да. Потому что, с одной стороны, конечно, это такая лесная перспектива стать рок-звездой. А что по вашему рок-звезда? Это что? Это кто? Культовый человек. Некий культ. Культовый человек. Да, прежде всего. Легенда человека. Легенда рока. Это да, это, конечно, лес. Но, с другой стороны, это очень большая ответственность. А во-первых, это ответственность за свое творчество. Ведь то, что этот человек, этот культовый человек, общественный, несет массы, вы понимаете, да? Это определенный долг, да, обязанность, да, отвечать за то, что он несет массы. Да. А вы отвечаете за то, что несет массы, отвечать? Только добрый и светлый. Добрый и светлый, да. Хочу подчеркнуть на присутствующих здесь монгантов. Надо нести добрый и светлый, запишите у себя в альбоме. Сыграйте-ка нам еще одну песню. Если есть, что сыграть? Вы знаете, кто так особо не готовится, ну... Ну, так все, в сырую, в сырую. Хорошо. Добрый и светлый, да. Добрый и светлый, да. Придом они полке, привиду совалась. Букла Аленка, придуманная тигром, Заверно смеялась, придуманная клоуна, Под лыжной целовалась. От недосказанности сильный, страдает идиот Василий. Он хочет убедить Аленку, что он самый красивый и сильный, Что он тут кого-то мечтал, он был таком, она мечтала. Но кукла ее не понимает, и слез у кукол не бывает. На придуманном мире, на придуманной полке пыль и тусовалась. Букла Аленка, придуманная тигром, Заверно смеялась, Придуманная клоуна, под лыжной целовалась. Придуманном мире, придуманной люди, Таким ты хотел быть, таким ты и будешь. Придуманы лица, придуманы тени, Но что-то придумать, умы, к сожалению. И психиатр старый сказал, послушай, Вася, Я дал тебе таблетки от твоего несчастья. Сейчас в обед и третью ночь, И прекратится сразу весь твой заврач. Пришел нам из таблетками Вася, Сожрал и все из таблеток своего счастья. И вот он на той самой полке, А рядом стоит его Аленка, А рядом с ней тигры, клоуны, папуас. И говорят нам, еще приперся старый раз. И была опасная притва, Окончилась у Васи в голове, Безла и выросла у Васи Алена. Не так, как он хотел, А будто бы как ты с лимоном. Спасибо, группа «Старый лист». И последний вопрос на сладкое. Что бы Вы хотелось сказать другим участникам фестиваля «Новая романтика»? Что? Хороший вопрос, коллеги. Дорогие коллеги, Любите музыку. Любите музыку все, дайте бы. Помните, что музыка – это не соревнование, Это не гонка на выживание, Это не демонстрация у кого там толще гипсона или фендер. Это искусство. Относитесь к этому как к искусству и к любому. Вот это я хотел бы сказать. Спасибо. Спасибо.